Никогда он не говорил, куда он едет, когда. Я просто, это были мои догадки, были мои там какие-то сопоставления. Если что-то там, какие-то новости нехорошие, значит, он может быть там. Командировка – это работа день и ночь. От заката до рассвета. Дима в гражданке, в жёлтой куртке. Снято в 2004-м. Арест курьера во Владикавказе. Опасный малый. Вон у него стволы какие в салоне. Это торговец оружием. Тихо, спокойно берут. Адресные операции по всему Кавказу. Как карусель. Разумовский уже старшей группы. Вот он, Дима, в маске. Вечером звонок к жене. Всё в порядке, Эрика. Чуть дёргаешь машину. Обычная командировка. Странно смотрятся они на фоне обычной мирной жизни. Вроде как все. Молодые, счастливые. Но как и с другого времени. Это форма, награды. Может быть, кино какое снимают. На дворе ведь не день победы. Мы привыкли. Ветеран – это степенный дедушка. Шляпа, палочка, ордена, почёт, уважение. А тут почти как мальчишки. Дурачатся, смеются. Но какие ветераны? Нам не понять. Им не понятно. Живём, как в параллельных мирах. И Дима Разумовский. Не исключение. Ну, он шутил. Он говорил, что я и чекист, и пограничник. А какие подарки дарил? Вот эту собачку он мне подарил 20 декабря 2000 года. А 21 декабря он уезжал в командировку. А куда была командировка? Не знаю. Кто-то от одной мысли, что может попасть в Чечню, уже ощущает себя героем. Кто-то, утром взяв автомат, привычно шутит. Ладно, ребята, пошёл я на производство. Лежишь вот так на траве Ханкалинского аэродрома, ждёшь. Куда тебя бросят сегодня? 56-й полк, десантники. У них это называется пикник на обочине. Каждое утро аэродром и в горы. Блокировать, закрепиться, дождаться основных сил. О чём думает солдат перед высадкой? Как там у духов? Стингеры есть или нет? Если есть, по какому борту засадят? Юрий Васильев, начальник штаба, выпрыгнет первым. Сотый раз или тысячный. Страшно, не страшно, об этом потом только думаешь. Жить, как хочется всем. Инстинкт самосохранения работает. Но потом, наверное, у каждого человека брос адреналина, покраснение, дрожь, озноб какой-то. Взлетаешь и бежишь, бежишь, бежишь. Быстрее, 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 быстрее. Мозги в лихорадочном голове скачут, как кони, наверное. Быстрее, быстрее спрятаться, зарыться, чтобы раствориться. Чтобы тебя как будто здесь нету. Жизнь на войне, как котел. Варятся в нем одни и те же. Как будто народу в России нет. С этим там был, с этим там. Тут вместе работали, там прикрывали друг друга. В 2000-м этот полк забросили аж за плечи боевиков. Тыл, на границу с Грузией. Десантирование провел, выдвигаясь на указанные рубежи. Там же был вымпел, группа Розумовского. Приятно удивило, что человек без всяких комплексов, без распальцовок, никаких там пушистых вещей своих. Говорю, давай с нами отдыхать, там, ну, место, где было, лечь в тепле, все. Он, не-не, я на улице, это мне привычнее. Спальничек расстилает, а там ночью до минус 20, холодно. Вот. Говорю, приспособлен ко всему. Потом десантирован на этом колу. Ночью выходили на задачу. Он прям рвался в самое в бущу. Ингушетия, 2004-й. Боевики в доме. Оружие у них, как на складе. Разумовский опять впереди всех. Придется брать штурмом. Чего ты сказал? Дима какой-то злой, заведенный. Боевики как привидения. Для нас-то миф что-то далекое. Для спецназа ФСБ реальность ежедневные столкновения. Вот сейчас сбросить бы бомбу и дело с концом. Только это не их стиль. Каждый выстрел только в цель. А в ответ бросают гранату. Где она взорвалась? Вот так. Вроде как обычное дело. С тобой нормально все? С тобой нормально? Нормально. Для кого-то смотрится, как стрелялка в компьютере. Для кого-то настоящая война. Еще одно! Поход в гости к бабке. Вернее, на бабушкинскую. В погранучилище имени Моссовета. Но где вы увидите таких ветеранов? Обязательно нужно перелезть через забор. Праздничный ритуал. Ну просто пацаны. Довольно бодро для ветеранского корпуса. Хотя нет. У Олега Воронина все-таки есть что-то солидное. Аккуратно идет. Вот она, альбоматор. Все, сцепился? 2004-й. Все та же бабушка. Старшекурсники. Пока никому неизвестные солдаты. Знают, умеют почти все. Могут ехать и служить. В Таджикистан, Сибирь или на Курилы. А вот на первых занятиях по спецподготовке смотрятся неуклюже. Как медвежата. Хотя все эти движения, моторика, это придет. Главное, они ощущают себя солдатами. С этого все начинается. Возможно, футбол, конечно, я не хотел бы такие вещи. Говорит, может быть, меня убьют. Но, в всяком случае, мои дети, моя жена, мои родители, мои друзья, все, кто мне дорог, они будут жить нормально, спокойно. Пускай, то есть, кто-то должен все равно делать эту работу. Поэтому, я считаю, это нормально. Мужчина – это прежде всего изначально. Первый Димин командир, Владимир Гаврилко. После проса, ну, это парка хозяйственная день. Вот по этой фотографии Димина нового меня узнал. Это альбом выпуска 90-го года. Вот он в центре, майор Гаврилко. Димину друзья, однокашники. А это сам Разумовский, молодой лейтенант. Курсантом он был, ну, как непростой курсант. Не то, что сказал, все сделал. Он все просчитывал, все варианты действия своих как курсанта. Требовал от себя максимального качества выполнения. Ну, и несправедливости не терпел. У нас есть такое понятие, не особо распространенное, но неудобный курсант. Или борис бы за справедливость. Герой и трус ощущают одно и то же. Разница в том, как они в этот момент поступают. Вон я, командир, встань и ко мне. Ясно? Держаться левой рукой на эту руку. Ясно? Знаешь что? Бывает так. Сделаешь шаг. Самый главный. А потом приходится делать еще один, еще и...